друзья всем привет приветствую вас мои маленькой теплички сейчас хочу вам показать что изменил за короткий срок подытожить май и показать что сейчас есть плодоносит цветет и растет поэтому смотрите внимательно не отключайтесь хочу начать с самого конца у меня вот здесь вот парничок такой тепличка для укоренения что здесь укореняется я думаю пока не важно потому что если это не у кого не укорениться то и не важно быть на самом деле мы просто скажу что некоторые уже на подходе вот здесь вот стоит рука будда который уже укоренился и он хочет уже вырываться из отеческой обители здесь у нас по двое от рамиля это трифолиата я обрезал все колючки чтобы удобнее было работать здесь можно их укоренять еще резать срезать но они очень много молодого молодых побегов вот это вот например твердый вот этот мягенький при погибли сгибается очень много раз точках я тут обрезал но раз точки все равно есть это новозеландский он же пандероза он же юбилейный и и же с ним неудачные прививки снова пошли в рост поэтому я никогда ничего не выкидываю все оставляю это единственное семечко от помела который я случайно нашел от свити наверное даже который я случайно купил где-то около полтора месяца назад не помыл ни свити нигде нет ну я в шоке потому что я их хочу люблю это были присланы как то же самое но я вижу что это апельсины укорененные вот поэтому пусть растут посмотрим что с ними станется заточил дома домой хотел сказать заточил в тепличку бананы потому что они на улице все вот такие испортились испортил сам товарный вид но они отойдут это первое второе на улице уже 3 4 день очень холодно прям вот во время я пересадил конечно бананы ну ничего хорошо на себя чувствуют люблю кровавость вот на бананчик ах вот так вот покажу три самых больших оставил на улице пусть пока привыкают зимним условиям но это просто то что буду кушать скоро так персик сильно показывать не буду я думаю это лимон который растет у меня с 2000 года каждый год страдает про который я говорил после того как вытащил его на улицу он на креп сразу видно и у него пошли приростики что он чем меня очень сильно радует сейчас он стоит в принципе под солнцем слава богу он не обгорел но я уже хочу чтобы он привыкал к солнышку и вот у него идут приростики постоянные постоянные приростики везде очень-очень меня радует классным это полутора метровый мандарин 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 сорта мандарин немножко обгорел у меня слегка но ему сильно это не не повредила наоборот на солнце что произошло вот что произошло он считаю стоит под солнцем и у него проснулись почки практически везде меня это очень порадовало я пытался у него привить угли фрут но к сожалению отторг прививку прививка погибла зато 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 посмотрите какая радость я предполагаю что через месяц этот куст вырастет еще сантиметров на 30 и будет с меня почти ростом сейчас он полтора вот метра красавчик очень мне нравится это помыло единственное пока еще помыл очень люблю помыло и блин надо разжиться еще от саша самоделкина очень доверяю этому человеку сильно это уже у меня его съели жучки червячки потому что здесь теплица классные листы классные помылка конечно же думаю тоже скоро двинется в рост и рядышком нас стоит здесь такой вот красавчик конечно же это мейер лимончик мейера вот это он пришел к цветущей только-только вот это только только отцвел вот это вот цвело неделю назад это вообще шикар не тут цветочки бутончики и вместе с бутончиками здесь вот такие вот штуки вот если сравнивать пальцем вот такие вот здесь тоже если посмотреть на палец вот так вот это от оксаны и это тоже это курша смотрите какая она великолепная здесь два плотика я очень надеюсь на них самое прикольное то вот одна веточка да и вот просто целый лес в этом лесу тоже готовится зацвести ягодки когда он ко мне пришел он цвел вот эта вот штучка тела запах вообще был шикарный ни с чем не сравним ни один лимон так не цветет это было очень вкусно пахло очень очень вкусно очень красиво отвлекся на саши амо 8 он был как лоза винограда свисал я его закрутил вот такое колесо и он у меня теперь будет расти вот так не стал я его поднимать веточки наверх вот если так говорить он принципе где-то полметра сейчас высотой но я хочу чтобы он дал побеги вот в таком варианте наверх и чтобы он закрепился окреп почему такие листья может кто-то спросит это был ожог вот видно что это ожог первой степени до ожог на солнце то есть целый год растение с такими листиками живет ему нормально но я буду его лечить конечно ожог сильно я думаю новые веточки будут вот такого же цвета изумрудного но пока вот он расчет такой здесь у меня море соль мандарин очень знатный вкусный сладкий он выше метра это от саши самоделкина тоже скрыл с крыма нужду это вот молодые побеги вот эти вот светло-зелененькие молодые побеги очень хорошо что они ко мне пришли уже вызове ну не вызревшими выросшими немножко вот здесь какой-то ожог видно получил от солнышка не привык после коробки наверное здесь рядышком у нас то что я назывался от сумма теперь это у нас бего ради плодов много веточек много вот плоды конечно крася вошны и вообще прям и очень много пошло вот такая вот красота новые приросты специально медленно показываю но здесь вот это в дороге ну все равно ничего висят вот смотрите какие кубушки шикарные красота вот очень большой прирост дало растения когда я узнал что это не сатсума он виден решил меня немножко удобрить за зальстить мне и вот пошли приросты вроде полил он так растет ну ладно пусть растет ура 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 роса который обломался в дороге наконец-то выдал новые приросты мне ну немного к сожалению видимо не бурно растет но зато вот прям такая хорошая веточка еще одна веточка если вот так вот искать тут почек очень хороших много набухших почек очень много но почему-то вот он не дает больше прирост он высотой как и мандарин то есть практически полтора метра ну где-то метр тридцать пять-сорок вот такой вот красавчик но лысый красавчик сожалению а вот этот красавчик о котором я давно давно мечтал это аркабалена выйдут такие мощные ростки такой он молодец так он работает прям работяга и у него вон там плодики не буду все показывать я насчитал около десяти штук где-то они там попрятана спрятана но все конечно быть хорошо эврика pink выросла еще настолько же насколько пришла то есть смотреть вот этот старые листики а вот 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 это вот все новые их очень много она прекрасна со всех сторон облицвинилась конечно мощно и если месяц назад у нее были завязи уже был ну как бы уже я думал что все лимоны будут все скинула пока вот обрастала новыми листьями листьев наросло два раза больше чем было честно скажу ну видно вот шапка так красивая классная и вот новые бутончики там видно вот здесь вот даже уже первая зависть так 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 поймаю вот первая зависть работой вот и таких цветочков принципе красиво что их очень много пусть растет не будем беспокоить грейфрут грейфрут что он сделал он выше метра было много завязи тоже он оставил 5 завязей 5 очень буйно цвел конечно данный момент 5 завязи красивых 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 но ждем вот не перестаю удивляться это мандарин юбилейный вот так вот он выглядит если вот оторвать его от других во первых это вот молодой прирост во вторых это вот на приросте сразу цветочки новые и в третьих вот такие вот мандаринки красивые вот такие вот красивые мандаринки больше 10 больше 10 штук завязал я за ними слежу возможно скинет какие-то вот этот вот что-то бледненький мы держат все вот все что он завязал держит очень прекрасно по мне так цветочки я очень люблю пусть растут кстати вот то что у некоторых я смотрю тоже такие вот думал эта проблема нет проблем вообще никакой нет он подрастает вырастает открывается нормально цветет то есть все будет хорошо этот прекрасный апельсин роса 2 кроссом это кстати юбилейные грейпы вот этот роса это от татьяны и сочи королевый но большущий молодец он пришел с цветочком цветочек слава богу я сейчас понимаю что он скинулся вот и вот он этот цветочек он скинулся и появилась с десятка наверно новых почек проснулись и вот они пошли в рост возможно на них тоже будут цветы но пока не знаю от татьяны тоже это королек апельсин видели если кто видел твел шапкой сейчас он регулирует свой рост и регулирует завязи видно что не все завязи темные означает что скорее всего он их скинет и отдаст предпочтение нескольким штукам ну пусть отдает предпочтение я думаю вот сейчас если честно самых темных завязи вот раз два три 4 5 6 ну даже если 6 штук он выносит я думаю это будет прекрасно лучше очень странно себя ведет тоже от татьяны дает вот почки просыпаются дает рост и в какой-то момент вот ночью например смотришь классно почка растет утром приходишь почки нет вот здесь вот было около 6 ростков проснувшихся почек и ничего нет не знаю чем дело может быть тяжелая земля посмотрим если не будет так расти то уберу землю пытаюсь привить угли на него но видимо угли здесь не привьется уже по моему отторжение пошло вот что мы здесь имеем это апельсин томпсон из италии итальянец это из цитрус микс заказ обрастает очень нравится пострадавший был очень огромный веточка вот здесь вот к сожалению у него была сломана но вот сейчас он растет прекрасно надеюсь ему будет у меня хорошо это эрнандинья вообще очень хорошо тоже пошла но к сожалению вот эта вот веточка обломлена я очень надеюсь что она приживет но вот здесь вот это просто вот наполовину разломлен как дрова вот кололи при транспортировке очень сильно пострадала я сначала обмотал пытался спасти если помните здесь было их 4 этих веточки ничего не помогает снял ну подрезал подрезал смотрю снял думал приросло ничего не приросло час примотал пусть будет как будет я надеюсь это молодой прирост у нее пусть живет растет очень не надеюсь очень хороший бурный рост потому что конечно растение очень сильно и так это кому не претензий никаких это тоже цитрус микс растение пришло в хорошей форме вот если показывать вот такой вот он по рост приятный выше метра выше метра росточки везде но я еще раз повторю что и нет скажу попозже приехал в общем с такими пестрыми листьями понятно что это не цитрус микс это италия съеден был полностью клещом есть что есть скажем так от самоделки на александра вот такие вот красивые лимончики завязью это классический итальянский сорт какой мы не знаем с ним классно то что он есть и классно что я решил что пусть плодоносящий будет ура 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 тарака не прошло и года он ура все-таки правильное было решение его согнуть три погибели вот так вот дугой вот и он пошел везде в рост была почка он там снизу которая шла она вышла и почему-то зайти загибла а вот сейчас очень много почек идет около семи или восьми почек идет если они все вырастут будет офигенно это фрагола от александра лёкина из ульяновска саш по моему здесь намечается почечный рост новый я по крайней мере надеюсь сейчас расскажу как я кормлю и все по порядку ну и что это мой лимон который с восемнадцатого года вот он набирает на фото на фото я всегда делаю вот так кто видел вот то есть уже полторы крышки еще лимончик здесь вот такой вот 2 лимончика было три скинул самое приятное что он вообще не обрастал вообще-вообще и вот сейчас у него просыпаются почки везде не знаю ну вот да вот это менять сильно радует больше чем то что он плодоносит очень классно что он и плодоносит и просыпаются почки я взял подставку потому что ветка была вон туда вниз прям и плодик набирает вес он тоже склоняет ветка торчала наверх наоборот вот они сейчас выровнялись как рогатина такая стала подложу вот ну и манга осталось одно манга второе зачахло как интересно смотрите верхушка зачахла и стал расти второй ну ждем ждем так почему они так растут хорошо почему они все в расти ночках в росте дело в том что я их кормлю азофоской 16 16 16 и карбамидом там хорошее содержание азота те кто не цветут и не плодоносит это конечно же азот те кто цветут и плодоносит это азофоска но в этот раз я их все накормил в принципе все на всех накормила азофоской считаю необходимым они очень классно двигаются в рост и у меня есть правило что я первого числа и 15 кормлю их этим таким кормом скажем так азофоской да и азотом 7 и 22 по листу подкармливаю получаются так срединные подкормки очень хорошие и принципе им нравится как вы видите бананы не кормил буду кормить азотом очень сильно пусть растут не думаю что кто-то из них будет плодоносить но посмотрим вот так подписывайтесь на канал если еще не подписан смотрите буду скоро рассказывать про сорта подробнее кому какие сорта были интересны скажите я буду рассказывать всем пока